Клеймо они не забыли поставить. Клеймо они поставить не забыли. И довести ребенка до вот такого состояния, что в 8 месяцев он выглядит как 3-4-месячный щенок. Истощенный, изможденный, умирающий от глистов. Ребята, скажите мне, люди, как так можно? Как так можно? Ведь это маламуты. Чистые, породные, с клеймом. На кого они похожи, ребят? И почему мы миримся с этим? Господи, как жалко детей. Ребят, столько, сколько пережили эти дети, не пожелаешь и врагу. Они словно родились на мучение. Вот, понимаете, вот кроме ни одного русского слова нет внутри. Вот реально одни маты. И мне, и мало этого. Вот если бы я была там, когда забирали этих детей, я бы, наверное, морду набила бы той, которая этих детей произвела на свет, а потом бросила, довела их до дистрофии и кормила их отшметками с огорода. Огурцами, грызками, тыквы, помидорами. Эти малыши неделю ходили гнилыми овощами. И малыши, которым было по 8 месяцев, выглядели как трёхмесячные. Я не представляю, как нам удалось их спасти, ребят. Не знаю, до сих пор не знаю, потому что они настолько были истощены, измождены и убиты изнутри, что это чудо, что они вообще выжили. Двое погибли. Сначала жуткое истощение, потом глистная инвазия, потом подключился кашель, потом авитаминоз. Перед вами маламуты, ребят, с клеймом, которых хотели продать, но на которых наплевали и бросили. Ребята, и таких разведенцев, таких, кто хотят денег, но не хотят даже каплю доброты вложить. Это страшно, люди. Это очень страшно. И я очень жду, что в России, может быть, однажды наше правительство очнётся, или депутат какой-нибудь стукнет кулаком по столу или громко-громко закричит в этот заснувший, как в болото, зал, и скажет, а давайте примем закон об обязательной стерилизации собак, не имеющих ценности для проведения породы. Это да, это для сохранения породы. Это первое. И второе. Запретить разводить животных вне клубов. Селекцией и разведением, сохранением породы должны заниматься только специальные клубы. Нельзя допускать разведения породистых собак, абы кому попало. Сколько их таких? Посмотрите, авитос забито породистыми малышами и метисами, которых плодят направо и налево, лишь бы продать за бесценок, за копейки. А они живые, ребята, они не вещи. Они живые, и они хотят нормального отношения и жить. Просто жить. Ребята, это же дети. Собака — это ребёнок с разумом пятилетнего человеческого ребёнка. Вы представляете? И они понимают нас на этом уровне. Что же мы их так? За что мы их так? Ребята, сейчас наши дети наконец-то зарастают. Они поправились, но они ещё вот такие общипанные, страшные, но они уже вне опасности. Да, выглядят ещё чудовищно. Но, ребята, это счастье, что они всё-таки выжили и что мы смогли их спасти. Ребята, я прошу вас, поддержите нас. Маленькие маламуты, уже не маленькие. Скоро их надо будет стерилизовать, приводить в порядок. Ждём, пока они немножечко обрастут, чтобы пристроить. На некоторых уже есть семьи, но мы их отдадим только, когда стерилизуем. Это наше жёсткое условие. Я не хочу продолжения того, что пережили эти дети. Но помощь для их стерилизации, ребята, я у вас прошу. Если можно, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ах ты! Грязнющие, конечно, ещё. Но ничего, корову любят, спят на ней. Деток мамы Юджи заметили совершенно случайно. Женщина, проезжая мимо, увидела, как дети из какого-то разрушенного сарая вытаскивают малышей. И женщина стала искать, куда их пристроить. Начала обзванивать, позвонила нам и попросила помощи. Так мама Юджи и дети оказались у нас. Если бы не это, неизвестно, что ждало бы малышей. Дети растащили бы их, как игрушки, в разные стороны. И малыши, скорее всего, погибли бы, брошенные по одному. Год только начался, ребята. Но две мамы и дети. Две мамы и дети. Скажите, как можно пройти мимо них? Я не говорю, что мы должны и можем спасти всех. Ребята, ну хотя бы тех, на ком остановился наш взгляд. Хотя бы тех, об кого мы споткнулись. Две мамы с детками. А значит, на две стаи будет меньше. И наши дети, которые лазят у нас везде. Давайте смотреть на это со стороны безопасности для наших детей. Для наших детей безопасно, что их не укусит озлобленная, злая, голодная собака. Для собаки приют — это сытый уголок, сытая жизнь. А если очень повезёт, то есть семья, которая её, если возьмёт не маму, то хотя бы её деток. Ребята, пожалуйста, вдумайтесь в это. Всё взаимосвязано в этой жизни. Всё-всё взаимосвязано. Ну прошу вас, ну давайте будем добрыми. Добрыми люди, пожалуйста. я знаю, я знаю, как нам трудно здесь жить. Я знаю, сколько вам приходится переживать и сколько у вас проблем. Я всё это знаю, ребят. Но мы должны быть людьми, прошу вас. Может быть, это и делает нас по-настоящему человечными. То, что нам удаётся сохранить каплю доброты в душе, несмотря на весь ужас жизни. Прошу вас, люди, отзовитесь. Пожалуйста, отзовитесь. Погиб мужчина, который приютил собак. Девочка и два мальчика. И три сироты. Куда им, ребята? На улицу? На медленную смерть? Скажите, ребята, куда деть эти три жизни? Три живых существа, которые были любимы, обласканы, которых один раз предали, но человек их подобрал и вырастил. Так сказали соседи. Вот скажите, как поступить в этом случае? Как? Если человек умер, а его животные остались. Ребята, ведь нельзя их бросать. Нельзя. Это бесчеловечно. Поэтому я прошу у вас помощи. Творите добро, мои хорошие. Пожалуйста, творите добро. лапка сломанная. Вот она. Не видать, болит. Даже кушать уже отказывается. Начало года всегда очень трудное для приюта время. Всегда, ребята, очень трудное. Мы сейчас вам показываем нашу жизнь. У нас много тех, кто нуждается в помощи сейчас. Родные мои хорошие, прошу вас, услышьте меня. У нас очень тяжелое положение и страшная нехватка средств. Ребята, пожалуйста, приют, это ведь не только корм. Это и вывоз мусора. Это и стройматериалы, которые необходимо подкупать хоть по капле. Понимаете, нельзя останавливать стройку, потому что постоянно что-то надо делать. Прошу вас, нас же так много. Ребята, отзовитесь. Я прошу вас по чуть-чуть. Пожалуйста, хоть по 100 рублей. Прошу вас, мои хорошие, помогите приюту, помогите. Мы корм, ребята, раздаем чуть ли не горстями сейчас. Нам бы только выжить. И так каждый день вот эта надежда. Как бы прожить день? Как бы выжить еще один день? На чем бы сэкономить? Ребята, вы себе не представляете, как это тяжело. Я прошу вас, услышьте меня, пожалуйста. Ну ведь это не только мои собаки, ребята, люди дорогие. Это же, ну приют, он же общий. Наши, российские, и бездомные в нем, наши. Полторы тысячи животных мы забрали с улиц, обезопасив наших детей. Но они имеют право жить. Слышите? Они имеют право жить, так же, как мы с вами. Неужели так трудно за безопасность наших детей, внуков, отдать в приют 100 рублей? Ребята, я прошу вас, отзовитесь. Пожалуйста, отзовитесь. Ну никаких сил нету просить каждый раз. Пожалуйста, помощь очень нужна, очень нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова